Подпишись на канал, нажми на колокольчик, оставь комментарий, поставь лайк или дизлайк, и я тебе буду очень благодарен. Обнял! Да, ребят, не будет в этот раз привычного выхода, занавес и так далее. По хищническим причинам я вынужден снимать в другой группе, в другой студии, но я надеюсь, что от этого не будет этот выпуск менее интересным для вас. Начнем с новости. Слушайте новость, 26 дронов купили в Пермский край для помощи следить, чтобы залить за лесом, за порядком в лесу, чтобы не воровали лес, черного лесоруба искать, чтобы еще за пожаром следить. Вот подобные отмазки, по-моему, очень круто вообще, да, прокатывают у ребят, которые просто тратят бюджетные бабки и хрен из куда. Ну, вообще просто непонятно. 26 дронов, прикольно, да. Средняя стоимость, ну, по Яндекс.Маркету, 125 тысяч рублей. Это 26 игрушек для дядек, для кого? Это 26 еще мест нужно. Кто будет управлять этим всем? Ну, двумя дронами я точно знаю управлять, но очень сложно, как минимум. То есть нужно еще 20 человек на бюджет посадить. Дронами управлять? В чем дело вообще? Не поменять, не реформировать, не следить за теми, кто уже сейчас работает в качестве лесника. Не-не-не, надо еще дронов, 3 миллиона потратить. Дронников купим, ребятам. В этом выпуске мы продолжаем разбирать обучение по фарвардеру, которое нам прислал Дмитрий Городких. Дмитрий в этот раз уже познакомит нас с напарником, с фарвардеристом. И тот, кто будет управлять фарвардером, показывает, как все происходит на деле. И начнем мы вот с этого видео. Помогать сегодня нам будет Максим, оператор фарвардера. Что бы хотелось бы сначала начать перед началом работ сказать. Ну, во-первых, оператору, если он, конечно, не знаком с машиной, то есть изначально нужно познакомиться, там, изучить мануал оператора и познакомиться с функциональностью кнопок, где что находится, где какая кнопка, за что отвечает, чтобы, скажем так, это отработало все до автоматизма и вы не дергались, знали, что нужно делать, что включить, что отключать, как запускать машину, что там, например, в зимний период вы должны прогреть гидравлику до 30 градусов и после этого начать, скажем так, разогрев манипулятор, разогрев машины, там, простыми движениями на небольших оборотах. Это все в мануале оператора прописано, поэтому читайте, там будет все более-менее понятно. Так, друзья, этот момент интересный, действительно очень важный. Смотрите, по поводу, по поводу кнопок и, да, расположение всех кнопок и, как Дмитрий Павел сказал, довести до автоматизма. Это также будет очень полезно в каких-то нестандартных, там, или даже, ну, близких к экстрим ситуациям, да, когда вам нужно срочно что-то сделать, какой-то, не знаю, либо застрял у вас как-то там, какая-то ассортимент где-то застрял, либо нужно, не знаю, как-то срочно отъехать или подъехать или что-то повернуться, там, так, чтобы освободить, в общем, абсолютно разные ситуации бывают и довести до автоматизма, чтобы не было, да, там, ну, секундной, там, 5-секундной, там, паники, так скажем, да, какой-то, то есть, что нажать, что где нужно дернуть и так далее. По крайней мере, непосредственные вот эти вот кнопки, которые находятся вот прям вот здесь, сразу на подлокотниках, так скажем, включение, там, каких-то функций не глядя уже, да, то есть, чтобы все это было на уровне, там, уже, ощущений, то есть, тактильных таких ощущений. Продолжим. Что хотелось бы сказать еще для молодых операторов. Вы можете, вернее, не можете, а нужно, скорее всего, вам, что сделать? На всех практически современных автомобилях вы можете уменьшить скорость манипулятора. Для чего это нужно? Для того, если, например, если вот у нас Максим работает уже давно, и он уже привык к джойстикам, привык, работает, скажем так, быстро, да, быстро манипулятором, быстро собирает, быстро разгружает, вот, то молодому операторому сесть и выполнять вот эти вот функции, конечно, будет не, скажем, неудобно. Манипулятор будет дергаться, может даже что-то повредить, там, где-то в штабель вымоткнуть можете, там, клешеней шланги где-то повредить. Поэтому просто уменьшите общую скорость манипулятора. Эта функция выполняется, просто зашли в компьютер, обслуживание, установки, и уберите скорость манипулятора до минимальной, для того, чтобы вы привыкли к плавности хода манипулятора. Вот. И чтобы у вас, скажем так, вот этого, рывков, вот этих вот непонятных движений, как можно было меньше. И когда вы немножечко поработаете, привыкнете, потом уже добавляйте с каждым, там, скажем, днем, может быть, через день, добавляйте понемногу скорость вот эту вот, побольше, побольше, поменьше, потихонечку увеличиваете, тогда вы уже привыкнете к скорости, и так будет вам проще начинать работать. Все очень достаточно понятно, но несколько деталей буквально. Изначально, да, что установка, в принципе, да, то есть объяснить, что установка, в принципе, имеет очень тонкие настройки, и практически во всех машинах имеет очень тонкие настройки по поводу старта движения, финала движения, угасания там и разгона движения, да, то есть все это очень можно, все очень тонко можно настроить, но где-то сейчас имеет в виду о том, что когда вы только начинаете работать, вам нужно просто понять вообще, как все это, как, грубо говоря, как вся механика работает, вся эта физика как-то работает. И изначально, естественно, вам скорость абсолютно не нужна, то есть вообще нисколько не нужна скорость. Вам нужно понять, как это все происходит, как происходит сама механика движения, физика всех этих движений и так далее. То есть вы убавляете общую, не настраиваете тонко конкретно. Я думаю, что ваш оператор, который опытный, ваш напарник, он может помочь вам настроить тонко, как-то настройки. Например, если вас не устраивает конкретная функция, например, вы можете сказать, что там медленно закрывается захват, и поэтому я когда выношу захват из телеги, например, бывает, зацепляю бревно, то есть оно не успевает. Сели, например, или медленно закрывается захват, или телескоп очень медленно выходит. Вы можете попросить напарника, он вам настроит, но в общем в эти настройки, пока сами не поймете, что вам как это нужно, что вас не устраивает, и под себя сделать своего оператора, пока четко под себя не поймете, что конкретно вас не устраивает, например, в установке, пока вы не разберетесь, в самой механике. Лучше не лезть. То есть изначально, да, на минимум, и потом понеслась. Как только вы набираете, грубо говоря, опыт и вот эти сами свои обороты, так скажем, повышаете скорость и работаете уже намного быстрее. На данной машине здесь довольно-таки легко и просто зайти на опте, заходим в обслуживание, заходим в техническое, установки, и сразу же в первом же окне у нас появляется скорость перемещения, это скорость перемещения полностью всего манипулятора, поэтому убираем скорость, ее делаем такую, чтобы вам было удобнее, скажем так, выполнять функцию джойстиков там, чтобы у вас джойстик не работали вот такими движениями, а на полную, скажем так, открывались, для того, что у вас привыкли руки, привыкли к манипулятору, к перемещению его, то есть попробовать функционал кнопок, попробовать как перемещается, с какой скоростью, где-то что-то может быть вам понадобятся, дополнительные какие-то установки, то вы уже… Здесь ребята показали, как меняется в данной машине и на конкретной машине, да, и на конкретной программе. Во всех практически машинах есть подобная программа, где есть вот эта функция, убрать общую скорость. Сколько мне известно, практически во всех машинах есть эта функция, убрать общую скорость, ну почти на всех, да, ты же на всех почти проработал, Шлюха. Продолжим. Форвадер, как правило, на Волок всегда заезжает задом, скажем так, для того, чтобы при погрузке выезжать ему уже передом. Примерно форвадерист либо до конца Волока проезжает, собирает, и он начинает с конца, скажем так, и затем перемещается все ближе к штабелю. Здесь у нас рвифтер там работает, где-то стоят там, сейчас мы будем собирать. Дошли до этого момента. Недавно буквально, да, вы писали в комментариях, как вы считаете правильно, как вы считаете рационально собирать. То есть именно заезжать с конца Волока, собирать, или заезжать и сразу начинать собирать вперед. Самый лучший комментарий, он появляется у вас прямо здесь сейчас, именно этот. И здесь вот максимально все расписано, все четко. Я, ну, там, даже, даже спорить, собственно, там, обсуждать больше нечего. Здесь все расписано четко и понятно, что и почему. Берите себе на заметку, что именно вот по этим причинам, потому что вы действительно имеете два раза грунт, практически два раза проезжаете угроженным, плюс затраты лишние топлива и так далее. Ну, в общем, здесь все написано. Наша машина оснащена дополнительными камерами спереди и сзади, то, что отображается на мониторе, для более удобного передвижения оператора по Волокам, что лишний раз оператору не нужно крутить головой, либо если у вас загруженная площадка будет для, чтобы сдать это назад, что вам не видно будет из-за грузового отсека. Камера также мы будем видеть заднюю часть машины, молок, чтобы не наехать, не на пень, либо какую-то причину не воткнуть. Ну, очень кайфовая штука, что, да? У меня тоже была подобная камера, она стояла на... Ну, у меня была всего одна, у ребят здесь и спереди, и сзади. У меня была всего одна, на жундире мы работали у Олега Келли, там была... Стояла камера в задней телеге. Есть же еще передняя, да? Ну, есть передняя, ну, боковая, или слевая, правая. Еще вот эта диагональная телега тоже бывает, там на ней тоже бывает камера стоит, и установка на все на 6, да, Алеша? В принципе, в принципе, заткнись, давай продолжать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А вы вот сейчас понимаете, что ощущает Максим, а? Ну, смотрите, вот представьте, да, то есть сейчас, мало того, что за спиной кто-то стоит, да, это очень часто всех сбивает, очень часто, что когда на тебя кто-то смотрит, кто-то стоит, ну, это, в принципе, не только в этой работе, часто, да, такое бывает, что когда на тебя наблюдают, ты делаешь что-то не так, делаешь несвойственные тебе вещи, то есть если бы ты раньше, например, там как-то, там, не знаю, кто бы быстрее бы взял, да, кто бы обычно сделал, когда тебя смотрят, а еще и снимают на телефон, например, там, ну, на камеру, то все, мне кажется, там просто, там все будет необычно, то есть ты все будешь делать как-то совсем абсолютно не так, как должно было быть. Таким, Макс, молодец, крутой, Макс выдержал, Макс красава справился с задачей на сотку. Сейчас дальше мы посмотрим, покажут технику, Макс покажет технику выравнивания, выравнивания ассортиментов, которые, ну, это так получилось, что они лежат, например, не ровно ассортименты, да, друг с другом, например, их нужно подровнять, чтобы ваша укладка в телеге, все ассортименты лежали ровно, да, ну, по торцам имеется в виду, лежали ровно, как их правильно отрацевать, есть варианты об землю, есть варианты общит. Сейчас Максимович все покажет, смотрим. Сейчас мы вам хотели показать, как-то сейчас в захвате у него два, и ровно взятых бревна. Как их подровнять, скажем так, чтобы было проще? Два варианта возможны. Возможно, а землю второй вариант, да, общит. А сейчас будем подравнивать об землю. То есть, он сейчас будет, взял подальше, комфит, стыкает землю, и открывая захват, выравнивая его до середины. Выводя комфит, подравнивая уже, идет укладка грузового отсека. И второй вариант, подравнивание, как это, картоф, для более удобной выкрути, и вот снова, при открывании захвата, нажимание, и... Сейчас торцевание вообще, то есть, небольшим укладом, типа раз, подравнялись, все, положили. Все ровненько и просто. Здесь, перед укладкой, Приоткрываем захват и движением рукояти подталкиваем бревна, чтобы летели пшит с небольшими ударами, скажем так. Это не страшно, пшит на это рассчитан, поэтому ничего в этом страшного такого нет. Ухладка будет ровненькая. На машине, что подводит для более удобной разгрузки штабель. После этого при перемещении по делянке нужно манипулятор зафиксировать надежно, чтобы он на вас, скажем так, не болтался при перемещении. В данной ситуации просто взял, скажем так, пайку на вазу. В общем, когда я впервые появлялся в лесу и видел подобные манипуляции, когда торцуют обрешетку, то одно. Сейчас поговорим о том, как торцуют, выравнивают ассортимент или торцуют по обземлю. И когда я увидел это впервые, когда я еще был мелким совсем, когда увидел это впервые, ну волшебник, вот ей богу, ну волшебник. Как? Вот как он это сделал? Он что, он придумал это сам? Волшебство, ну волшебство минимум. Ну что такое, раз, что-то, бам, чего, ну как ты? Для многих, возможно, ну тех, кто сейчас будет, для многих тоже довольно так, ну может быть какая-то такая крутая. Ну я вообще просто впечатлен очень был. Я мелкий был. И возможно для вас тоже это будет каким-то таким удивлением. Но со временем вы поймете, что это довольно несложный элемент выравнивания. То есть вот, дальше, по поводу решетки, да, очень важно, чтобы перед, когда я так же учил операторов, кто и приходили, они пытались, когда-то, ну то есть с сжатым захватом, полностью сжатым, так что прям вот, и вот торцевать вот так, торцевать, торцевать вот, и не торцуется у него, он что-то, ну вот пытается, а не торцуется. И ты ему объясняешь, что, ну разожми чуть-чуть захват, вот подними повыше, так, чтобы под уклоном они были. Они еще и сами часто скатываются так, что все ровно выравнивается. Чуть-чуть движения отпусти, то есть, ну просто представь, что вот возьми карандаши, там не знаю, фломастеры, и попробуй там выровнять их об руку. Ты же не будешь сжимать их, ты м-м-м-м. И по поводу фиксации захвата, фиксации установки при переезде. Это очень важно, поверьте, это очень важно. История. Раз сказал напарнику, зафиксируй захват. Он ехал пустой, правда, ну не загруженный, а именно пустой. Зафиксируй установку, то есть, ну сложи установку как нужно. Не езди так, то есть, он все время кладет просто вот, где редуктор, то есть, прямо на раме, да, где редуктор, просто кладет захват и поехал. Вот, и все. Раз, то есть, ну захватом болтается. Раз сказал, два, сказал, три. И в какой-то момент уже психанул и стоял за спиной у него. Сложил установку. Потом только дал ему поехать, так скажем. Как-то утром просыпаюсь от того, что уже, ну, трактор стоит рядом с будкой. И просто перемолол, там, не знаю, весь ротатор. Всю защиту на ротаторе и все эти штуцеры, и шланги, и рукава, просто все перемолол. Потому что захват где-то при езде упал на сторону гусеницы. А гусеница у нас не жалеет никого, я вам скажу так. Ну, в общем, вот, такая история была. Поэтому, да, фиксируйте, пожалуйста, фиксируйте, это важно. И тем, те, кто обучает, также напоминайте всегда, чтобы люди не забывали. Что, друзья, я думаю, что мы продолжим в следующий раз. Очень крутые видео. Ребят, спасибо еще раз. Дмитрий Коротких. Максим, здесь не знаю фамилию. Максим, очень круто, спасибо, что вы все делаете. Это отнимает время, я точно знаю. И плюсом к тому, что это все сопровождается объяснением, это очень круто. Ребят, с вами приятная работа. Вам приятно это показывать. Смотрите, обсуждайте. Общайтесь, пишите нам комментарии, говорите, что и как было, правильно, неправильно. Пишите критику, пожалуйста, конструктивную. Обсуждайте все, что происходило здесь, все, что было сегодня. И, о май гад, я вас благословлю. Эператор, нельзя я узнавал, что я узнавал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.